На этом месте еще несколько месяцев назад был пустырь. Здесь были только старые качели и железная горка для детей. О том, чтобы здесь играть и тем более заниматься каким-либо видом спорта, местные дети мечтать не могли. Благоустройство площадок во дворах трех домов начали в конце августа. А уже сейчас можно и мячи погонять на футбольном поле, и на турниках упражняться. Мы эти дворы в следующем году закончили. Новые качели, турники и горки появились в 80 дворах Турксибского района. Планы на следующий год – благоустройство еще ста. Сейчас по ним готовят проектно-смертную документацию. Всего в этой административной части мегаполиса полтысячи дворов. Почти половина из них нуждается в ремонте. Раньше был ужасный двор. Очень много было пыли, грязи. А сейчас следят за всем. Дворники прям подметают хорошо все. И качели очень хорошие. Детям нравится, родителям покрытие очень хорошее. То есть нас устраивает вот это прорезиненное покрытие. То, что качели деревянные, в основном все, мало железа. И то, что ограда, то есть безопасность превыше всего. То есть дети находятся в поле зрения нашего. Место семейного отдыха появится и у жителей микрорайона Жулдыц. Здесь проводится масштабная реконструкция пешеходной зоны. Вместо проезжей части и хаотичной парковки обустроят прогулочную зону с широкими аллеями, а также велодорожки. Своеобразный дизайн дополнит малые архитектурные формы, скамейки и фонари уличного освещения. Новый облик обрел и парк имени Сейфулина, в котором обновлены асфальтобетонное покрытие, рычная система, проложены новые велодорожки. Для любителей активного спорта открыта просторная баскетбольная площадка. В центре парка проложена брусчатка. По всему периметру велодорожка. Её протяжённость – три километра. Обновлены скамейки, урны, фонари. На завершающем этапе – высадка цветов, кустарников и деревьев. На все работы выделено 170 миллионов тенге. На сегодня освоено 140 миллионов. Говоря о планах на следующий год, уже известно, что преобразится микрорайон Алтай-2. Здесь несут 57 ветхих домов. На их месте возведут новые и комфортабельные многоэтажки. Вместе с ними появятся и оборудованные детские площадки. На сегодня уже подготовлена проектно-сметная документация. Проект на стадии прохождения экспертизы.